Образ сестры Милосердия Крестовоздвиженской общины времён Крымской войны, реконструкция эпохи генуэзских колонистов XV века, участие в ролевых играх живого действия ЛАРП в образе Нульинского стрелка. Всё это – часть удивительной жизни Александры Кононенко. Её образы разных эпох великолепны в своей исторической достоверности. Выбор необычной и многогранной профессии Александра сделала ещё в юном возрасте. Её боевое крещение как реконструктора состоялось летом 1997 года на постановочном взятии крепости острова Корфу в день военно-морского флота в Севастополе. Наверное, всё-таки виноваты родители. Потому что папа хотел, чтобы был мальчик, поэтому назвали Александры. И у меня было гораздо больше луков, стрел, копий, мечей, чем кукол. Был такой фильм, называется «Возвращение Робин Гуда». Там снимается Шона Коннери. Он несгладимый след оставил в сознании ребёнка. У нас в Севастополе нет музея с доспехами. Я не могу сказать, что я пришла, увидела доспехи, увидела меч и заболела. Был момент в жизни, когда переломный. У всех он бывает. И в 1997 году я увидела передачу по телевидению севастопольскому. Там показывали праздник исторического бульвара. Есть такие люди в Севастополе. Надо их искать. И где-то к лету я нашла место, где они собираются. Пришла. И мне спросили, а сколько лет вашему ребёнку? Когда я попросила запишите меня в клуб. И с 1997 года я занимаюсь исторической реконструкцией. Помимо активной жизни реконструктора за гранью современности, Александра долгое время трудилась в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского, создавая бутафорию для сценических постановок, а после заведуя постановочной частью и снабжением. Под её руководством были поставлены 17 спектаклей театра. Сейчас же всё своё время Александра Кононенко посвящает парку живой истории Федюхины высоты. И именно здесь сбылись все её мечты. Сегодня Александра официальный хранитель костюмов парка. В её ведении более 50 образов. Однако каждый из них дополняется множеством исторически достоверных деталей согласно своей эпохе – от головных уборов до обуви. Самое сложное – это сделать первый разрез ножницами. Когда перед тобой лежит ткань, у тебя уже собраны первоисточники, рассчитаны выкройки. И вот самое первое – это сделать первый надрез на ткани. Русские шинели времён Крымской войны сшиты аналогично Корниловской шинели, которая хранится в артиллерийском музее в Санкт-Петербурге. Костюмы и реквизит парка периодически берут в аренду киностудии для съёмок исторических фильмов. Здесь представлены костюмы по трём эпохам. Рим, первый век нашей эры. Костюмы генуэзских колонистов. Итальянские костюмы XV века и костюмы, отражающие первую оборону Севастополя. Это времена Крымской войны 1854-1855 года. В коллекции костюмерной парка есть и уникальное платье сестры крестовоздвиженской общины сестёр Милосердия – первых русских операционных медсестёр, участвовавших в Крымской войне. Воссозданная Александра Икононенко в мельчайших деталях. Образом для реконструкции Александре послужили изображения Екатерины Бакуниной – сестры Милосердия и героини двух воин XIX века. Причём подготовка и сбор информации до начала реконструкции одного костюма и персонажа может занимать целый год. После глубокой поисковой работы, после перелопачивания колоссальных объёмов информации по гражданскому костюму XIX века, с момента 1853 по 1855 год. Данный костюм мы восстанавливали согласно описанию, согласно выкройкам. Выдержали цвет и фактуру ткани, технологию обработки внутренних швов и сборки костюма. Если вы думаете, что платье было единым в XIX веке – нет, я хочу вас разуверить. Это был костюм из лифа и юбки для удобства, соединённый в линии талии. Костюм состоит из многих слоёв. Если вы их не видите на реконструкции, сверху они существуют. Символом Христово-Звиженской общины был золотой крест на Андрейской ленте. Данную ленту ребята реконструкторы помогли достать. То есть она XIX века. Её привезли на парусники «Штандарты» из Испании. Сейчас очень трудно представить, что информации приходилось искать долго, просиживать в библиотеках, искать художественные альбомы. Тогда можно было отдать кованой наручь ручной работы за то, чтобы только подержать в руках энциклопедию «Холодного оружия». Сейчас проще. Сейчас есть интернет. У Александры очень много знакомых и друзей. А её страница в социальной сети ВКонтакте – это целая историческая энциклопедия разных временных эпох, доступная всем, кто желает прикоснуться к истории костюма, быта, оружия и подробно изучить тему реконструкции. Екатерина Решетникова, Ольга Франк, Анатолий Паньков. Семинформбюро. Семинформбюро. Семинформбюро.